ветрено друзья но у нас микрофон с паралончиком снимаю я на камеру go pro именно потому что для нее есть микрофон с паралончик вот этот парк поле футбольное тут очень неплохо там какая-то крытая площадочка впереди а вот мы тут с народом на открытой площадочки нас может тут не безумно много думали мы что будет презентация автомобиля тесла но не получается значит хозяин повез свою машину там куда-то то ли на сервис то ли на заправку зарядку не знаю так что вы пока без него вот у нас тут наташа организатор и вдохновитель наталья организаторы вдохновитель наших побед да это вот это ее молодой человек вот это идите сюда артем иди сюда это высказать по-своему легендарный человек которого уже давно слышали знает домой но нет ну знали от натальи что приезжает сын который сколько лет вы восстанавливали в из семнадцать лет семнадцать лет вы себе воссоединялись он сохранился хорошо вот но по возрасту приближается может быть даже ко мне частично то может быть так просто выглядит как октябренок а так вот да я но хорошо 17 лет но нормально жили 17 лет или так воссоединялись в днепропетровске где вы жили нет херсоне от херсоне как там херсоне вообще херсона всей украине я когда слышу про херсон вспоминаю анекдот про как петька приходит и говорит василий ван штамм из штаба армии какой-то голубой хер приехал только петька говорит но ты предпрекращай год фамилии военачальников не переводится на сказать приехал даришь блюхер я всегда вспоминаю херсон да вот но жить в дичок симпатичные это что есть что и в этом плане друзья это уже кое-что херсон вообще находится самом низу южнее всех городов а что там южнее вас что южнее что будет уже крым правда это вот там запорожская область нет 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 получается возле херсона вот так море черное море азовская рыбалка затоки протоки лодка можно жить короче то есть браконьерствует савлю это дачу это просто сказка есть даче там место было когда у людей есть там есть дачные места конечно хорошо ну а вот как бы вот эта обстановка как последних лет сказывается на 1 дачности как бы за способности людей дочеваться но мне кажется дачников стало больше связи с тяжелой ситуации что все начинают что-то выращивать именно садоводчество такое а вот я читал что даст до событий в крыму 70 процентов туризма в крыму были именно из украины а потом числе хорошо куда сейчас делись бывшие украинские туристы при том что понятно что некоторые наверно продолжают ездить в крым хотя это наверное намного дороже чем на гривны там еще сложность переездом это само собой но просто по деньгам я думаю что вещи не возьмешь те которые хочешь потому что любая вещь она может расцениваться как посягательство как-то понял но с точки зрения соотношения цен все-таки раньше люди ехали тут гривны и там гривны а сейчас они должны с гривен попасть на рубли это как бы намного дороже конечно но я слышал что кроме цены уже как вот москве я тоже слышал а вот такой вопрос все таки куда делся украинский туризм который раньше шел в крым куда он перенаправился в одессу или куда основном одесса вот кирилловка стала развиваться это где вот есть геническ до 100 было одессы востока до восточнее получается основная масса конечно карпат носить не азовское море не но азовское море там он больше мне кажется на черное море все азовское море как-то люди хотят я не знаю чего-то хотят понятно а вот с тем что отменили визу да ну в смысле для шенгена значит стало больше туризма стало больше поездок или просто говорили люди что денег все равно нету что с визой что без визы в этом плане мы полгода не могли паспорт станет получить потому что очередь просто загранпаспорт то есть люди которые раньше не ездили сейчас они захотели паспорт в этом плане то есть судя по тому вот когда идешь какой-нибудь торговый центр она горит наш какие машины убеда что люди покупают на кассе такой кризис прям сильный я бы не сказал то есть он как бы как бы перешел в другой это город моряков в основном основная валюта приходится за границей люди вполне себя комфортно конечно не знаю как выше это сложнее понял то есть херсоник как бы попроще с этим зон одесса хорошо 17 лет вы воссоединялись с мамой воссоединились новые довольны детки рады что и что радует деток вот как бы какая-то перемена вот там ну ну что в этой перемене их радует их радует больше погодные условия сама природа здесь она просто не передать слова а в школе школе им нравится атмосфера значит девочки 14 и мальчику он тоже ходит школу какой класс пусть она восьмой он в первый это разные школы или она они в одну они в разные джуниорскую ландмирскую и миддлс ну там не обижают деток там как там вообще и в этом плане нет я в первые два месяца ходил как волонтер доводил своему сыну так ну поэтому так изнутри увидел всю ситуацию конечно из детей там берегут и заботятся о них в этом плане все конечно на уровне то есть я за своего ребенка не переживаю так как наших школах но есть такое что они с утра там бегут школу что им хочется побежать школу или они не хотят как бы такой нюанс очень рано школы а дома как было дома там пол восьмого не 830 ну да действительно вас рановато вот я помню у меня дочь ходила в школу они начинали по моему то ли восемь пятнадцать или восемь тридцать как ты очень рада да не сильно рано ну что же ладно хорошо давайте с приездом обустраивайтесь начинает надо даже мы не будем мы не будем а в а 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 и а а